привет я ваня подводный мир продолжается сегодня рисую трех крабов рисуй со мной рисую я гуашью гуаш гамма 12 цветов называется мультики яркие сочные цвета специально для мультиков и очень хорошо смешиваются и ложатся на бумагу мочим кисточку нами одна кисточка один лист бумаги и 12 цветов краски все что мне нужно для того чтобы сделать классных крабов крабы необычные веселящиеся и один краб будет розовый я рисую большой розовый прямоугольник но почти прямоугольник может быть даже не совсем прямоугольник может быть даже такой скругленными краями такой прямоугольник и вот так вот его и мне хочется оставить здесь два места для буду для двух еще крабов побольше розового цвета с прям смазываем тщательно вот так вот получается такой уху-ху розовый никогда не видел таких розовых крабов но мне кажется это будет смешно и интересно нарисовать такого краба рисуем здесь сразу клешни очень легко рисовать клешни они похожи на ножницы или на открытые орешки я бы сказал что это открытые орешки или фисташки вот так нарисовал тут же нарисуем ручки вот так чтобы то вот идут сюда да вот так получается и но такие им конечности по три конечности с каждого крабика идет хоп-хоп-хоп и здесь даже побольше конечности что один краб держит других двух других крабиков остальные будут поменьше крабики а эти этот большой 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 хороший краб получился хорошо смывая кисточку полностью чтобы у нас не смешивалась он с другой краской которая будет другим краб другой краской покрашен я думаю будет покрашен какой же краска когда бирюзовый бирюзовой краской хорошо вот такой бирюзовой краской и здесь рисуем еще одного крабика уже поменьше такого небольшого совсем и бирюзовый это значит вот бирюзовый такой синий зеленый или цвет морской волны вот так даже давно башни бирюзовый такой морской цвет на здесь рисуем тоже ему два таких вот разрезе к это его клешни и вот так рисуем заодно мы сразу научимся рисовать кисточкой мелкие детали это несложно такие орешки рисовать а после этого кисточкой вот так провести ему клешни и сюда раз два три раз два три вот и краб готов следующий краб готов третий краб переходим к нему он совсем маленький кисточку смываем очень тщательно потому что следующий цвет он будет оранжевый и он может не совместиться с нашим цветом бирюзовым смели кисточку мазнем сначала немножко желтого чтобы оранжевый был посветлее немножечко желтого такого сделаем теперь бумажным оранжевого и все это смешаем на бумаге прям вот так вот получается такой розовый крабик он лежит или сидит тут же ему клешни рисую опять-таки сразу оранжевые клешни сразу две клешни и вот так вот мазнем оранжевого 1 1 2 3 1 2 3 получается классно хо 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 крабик готов теперь давай броши рисовать кисточку смываем тщательно тщательно розочные рожицы я буду делать белые как раз и будем учиться белую краску гуашь белую краску прям сверху других красок ложить берем берем ее побольше вот так вот и рисуем рожицу вот так вот раз два три провели рожица готова дальше если мы будем размазывать она будет смешиваться с краской будет розовый уже нам нужно теперь смыть кисточку тщательно 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 чтобы никакой краски не осталось смываем опять берем белый цвет и здесь опять мажем рожица вот здесь будет и вот такая вот отлично рожица 3 рожица осталось 1 рожица даже можно белую рожица на желтом и рисовать на оранжевом кроме но я нарисую взялся рисовать везде ее рисую 33 краба 3 рожицы 6 клешек смываем кисточку теперь нам понадобится очень тоненькая кисточка для работы одна тоненькая кисточка можно и этой нарисовать но боюсь что будет немножко перебор или можно чуть-чуть не точно сделать крабики мы мочим кисточку берем черный цвет макаем ее в черный цвет и рисуем и прожицы рожицы простые очень простые вот такие раз-два и они улыбаются и я улыбаюсь здесь раз-два и они улыбаются здесь раз-два и он улыбается ой этот чуть не улыбается нет давай сделаем что он улыбается а здесь нарисуем маленькие точечки крабики на самом деле всегда какие-то неровности имеют на свои на своих панцирях и мы их рисуем вот так тоненькие черненькие точечки получилось очень просто очень ярко очень сочно смывает кисточку берем желтый цвет и можем нарисовать немножечко песочка примеру эти крабы они конечно тяжеленькие друг друга может не выдержит хотя может и выдержит они под водой сидят и и делают такую вот пирамиду из крабов можно так и назвать пирамида из крабов очень легкое задание яркий рисунок при этом получился подводный мир мы не столько изучали сколько радовались рисовали какие-то веселые рисунки которые животных которые живут под водой но мы придумаем их сказочные воплощения с помощью гуашевых красок которые сочно ярко кладутся толстым слоем очень яркие получается получается настоящий мультик сказка подводный мир продолжается нравится подписывайся на канал приходи в гости в инстаграм обязательно поучаствуй в конкурсе они каждый день проходят по будням и присылай свои работы мне всегда интересно посмотреть хороших рисунков и до новых встреч и а а а а а а а